Молвы боятся многие, совести кое-кто. При этом дальше это видео по особенностях моего чтения. Не совсем точно название, но да ладно. Итак, факт первый. С тех пор, как я научилась читать, я читаю каждый день без исключений. Впрочем, я читала еще до того, как я научилась читать. Просто брала книжку вот так и читала. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот таким вот образом. Мой папенька подписывал свои книги. И я, глядя на него, взяла эту манеру. Но метку свою ставлю я не на всех. Также я пишу историю, чтение, подчеркиваю. И указываю через тире даты, то есть когда начала, когда закончила. Это делается для того, чтобы я видела, какую книгу сколько раз я читала. Факт четвертый. Закладки. Закладками я пользоваться начала не так давно, буквально несколько лет тому назад, под влиянием Ютьюба. До этого я просто к книге вот таким вот образом, в Айвовском. И все. Кстати, о закладках. Ну, видео о них я уже снимала, показывала. Выбираю я их в зависимости от того, какую книгу я читаю. Если это историческая книга, то, скорее всего, будет закладка «Свидом на Санкт-Петербург». Это тоже касается книга Куина. Если какая-нибудь женская книга, например, «Сисилия Ахерн», я беру розовую какую-нибудь миленькую закладочку с кисточкой. Вот. Ну, вообще, фаворий у меня магнитной закладки. Ну, с кисточкой тоже очень нравится. Факт пятой книгой для меня «Священный артефакт». Сверху ничего класть поверх них нельзя. Ни тарелки, ни еду, тем более, какую-нибудь. Поверх книги можно класть только другую книгу. Однажды я дала своей коллеге почитать книгу в такой нежной, бежевой обложке для её мужа. Была масленица. Муж догадался есть блины. Я думаю, читать книгу в результате возникло на обложке на самом видном месте огромное просто пятно жирное от масла. Коллеге я чуть голову не свернула. Вот. Но, кстати, я сама ем за едой. Вот. Но за исключением, когда я ем что-то опасное, брызгающее, например, помидоры. Или если нужно есть что-то руками. Хотя я очень не люблю есть руками. Вот. Факт шестой. Когда я, где я читаю? Начнем с «Где». Моя любимая поза для чтения – это пол, лёжа на траву муку в кровати. Ещё я очень люблю читать в ванной. Особенно, если эта книга очень интересная и дело идёт к концу, я могу потрачать несколько часов, пока я её, собственно, не добью. Ну, это третье место – это по популярности в моём личном лейтинге. Это кресло с шезлом, которое стоит у меня на балконе, и я в нём иногда читаю. Насчёт когда. По будням перед сном. Иногда в качестве отдыха для глаз от монитора не перед сном. А по выходным, ну, разумеется, перед сном, конечно же. И с утра. Вот как проснулась, сразу потянулась к книжке, которая всегда лежит на прикроватном томочке, и погрузилась в мир чтения. Так, факт седьмой. Я могу определять хорошие книги по запаху. Даже если всё это напечатано в одной и той же типографии, в один и тот же день. Вообще все абсолютно условия печати одинаковые. Всё равно книгу хорошую, вот наоборот, я всегда отличаю по аромату. Кстати, у меня есть похожий дар, но только она отличает по шрифту. А у меня, ну, если очень грубо говорить, конечно, там есть нюансы. Для меня хорошая книга пахнет бумагой, такой свежеотпечатанными чернилами, там ещё что-нибудь. А книга, которая может мне не понравится, даёт чем-то кисловатым, тухловатым. Я так очень грубо говоря. Факт восьмой. Я быстро читаю, но то, чтобы прочитать книжку, ну, примерно такой ширины, у меня уйдёт часа четыре, даже три, наверное. У меня был случай, мы с группой защищали дипломы в Москве. Ну, и разумеется, я там набрала книг, и когда мы ехали обратно в поезде, моё место было в пласткарте, которая на четыре места, забыл, как называется. А моя одногруппница, одна ехала в галушки. Значит, я лежала на животе, читала. Ну, там как раз была небольшая книжка, она очень лёгкая для чтения такая, простенькая. И напротив меня как раз вот Таня её зовут. Эта девушка сидела, и за мной, оказывается, потом выяснилось, наблюдала. Когда прошло, ну, буквально я её за два часа почитала. И когда я её отложила и взяла за следующую читать, мне они говорили, ты мухлюешь. Я говорю, в смысле? Она говорит, я за тобой наблюдала. Когда человек читает, у него глаза, значит, бегают. А у тебя, как бы, взгляд прикован был. Ты просто смотрела на строки. Я так призадумывалась, потому что я как-то неправильно читаю. Я не мухлевала, честно. Вот. Ну, и факт девятый последний. О котором я уже не раз рассказывала. Это то, что я предпочитаю. Бумажные книги, которые, конечно же, мне кажется, любой, кто читает книги, у него такого предпочтения. Ну, у меня принцип покупки книжных книг таков. Если автор проверенный, например, Акунин, Сеселяхер, Крапивин, то, безусловно, я приобретаю, даже не задумываясь, в бумажном варианте книгу. Если автор не проверен, я читаю в электронном варианте его. Если мне потом спустя время хочется прочитать эту же книгу, я ее уже покупаю в бумажном варианте. И вообще, если со временем автор заслуживает моего уважения, я в дальнейшем его перевожу в категорию доверенных писателей и покупаю его в книге в бумажном варианте. Вот недавно у меня в эту отдельную избранную категорию перекочевала Гилберт. Вот. Это были все мои особенности чтения, по крайней мере, которые я смогла припомнить и собрать в кучу. Прекрасного вам чтения и до скорых книг! Прекрасного вам чтения!